И последнее. В Хангалацком районе планируют провести первый кинофестиваль любительских короткометражных фильмов. Подготовить участников к мероприятию в силу Техтюр прибыли сотрудники компании Сахафильм. На мастер-классе побывала наш корреспондент Виолетта Засимова. Первый кинофестиваль любительских короткометражных фильмов проводится по инициативе Совета молодых специалистов культуры Хангалацкого Улуса и посвящен Году кино в России и объявленному в районе Году Тагина Дархана. Мы вышли к директору Сахафильма Дмитрию Васильевичу Шадрину, так как он наш земляк, выходец из села Техтюр. И он с радостью согласился, переехал со специалистами проводить мастер-класс. Мастер-класс нужен для того, чтобы наш фестиваль прошел на высоком профессиональном уровне. Специалисты Сахафильма в течение дня показали мастер-классы по драматургии, режиссуре, операторскому искусству и компьютерной графике. Я работаю в кино уже с 2001 года. После учебы я в 2001 работаю, считай профессионал. Я этим зарабатываю. Я знаю кинопроизводство наизнанку, можно сказать. Поэтому я заинтересован, чтобы молодые люди больше работали в кино в сторону нашего производства. Все-таки это сложная организация. Не просто так, вот пришел и снял. На мастер-класс съехались представители школьных и студенческих, театральных и телестудий из различных населенных пунктов Улуса. У нас в школе, ну вот нас втроем, есть своя телестудия в школе. Мы недавно открылись. Мы вообще любим снимать, что-нибудь монтировать и так далее. Я сам хожу в театральное отделение, вот и интересуюсь. Театральное отделение – это для меня духовное расслабление. Принять участие в первом кинофестивале любительских короткометражных фильмов может любой житель Хангаласского Улуса в возрасте от 14 до 35 лет, как индивидуально, так и в составе съемочной группы. Конкурсный фильм может быть абсолютно любого жанра, но определенной длительности. С датой проведения организаторы еще не определились, либо в конце этого года, либо в начале следующего. Виолетта Засимова, Александр Ярков, НВК Сахах, Ангаласский Улус.